Одни вешки. Господи, ты что отделяешься? Ты мне нужна? А, точно. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наше занятие. Ходите. Мы долго молимся не будем, мы в храме молитесь. Потому что здесь только пора выгодить. Здорово. Так, посмотрите, у нас осталось всего три недели поста, а выходных всего два. Ну вот, не считая завтрашнее, то есть два выходных и уже следующая будет пасхальная. Три недели, но два выходных. Песни. Предлагайте завтра. Какие песни мы им исполним? Если есть, говори, может быть, я сегодня найду, уже распечатаю, что завтра принесу. Понятно, что мы споем несколько старых песен. Ты хочешь какое? Бога и Бога споем хорошо. Давайте на нашу песенку. Это рождественское. Что-нибудь с Пасхой связано? Я подумала насчет День Победы спеть. Мы уже не пели еще. Можно, наверное, найти слова. Какое? Где-то здесь у меня лежат ритмы. А давайте начнем с этого. Это тоже с Рождественным связано. Так, тише. Смотрите, у меня две сценки. Ну, они не такие, не сказать, что они такие веселые. А одна сценка будет, я вам говорила, а где-то раз. Две. Завтра его не будет? Ну, с ним слова выучите, Левя. Он будет с местором, с тражником. Подумайте, как вам их одеть, чтобы они были в одинаковые одежды. Может быть, сделаете две эти. Помнишь, вы делали тогда каску римскую-то эту? Две одинаковые сделать, а то вы, если пора не будете делать, не разное получится. Мы сделаем. Так, будет два тражника. А вот здесь катонные мечи с зимой. Можно мечи, чтобы они были. У нас мало времени, давайте не болтать. Вы посмотрите, картинки в интернете, костюм римского воина. Понятно? Ну, хотя бы какие-нибудь. Смотри, вот такой красный платок. Если их два у вас есть одинаковых. Вот так вот их завязать. Как это, накидушка-то у них. У них же красная. Так это же цезарь так и делается. Нет, ну римские, они тоже все в красном почему-то. Ну, пусть они подражают своему царю. Вот смотрите, будет двое страшников. Они между собой говорят. Ну, один другому. Так, тише. Стражник номер один Местор, стражник номер два Тарас. Мария, потом придет Магдалина. То есть стражники там между собой. У них смотрите, какой диалог большой. То есть распределиться. В следующее воскресенье уже мы должны прорепетировать. Поэтому должны слова выучить. Вот, смотри, Заря уж на ней лазь. Сказать неправду не стеснялся. Не зря так напугалась лазь. Сделаю я музыку, найду землетрясение, шум, как бы молния. И камень отодвинется. Камень я беру на себя, что вы придете. И в это время вы отходите в сторону и выходит из гробницы ангел. Ангел говорит, я ангел Божий, я посланник. Принес я вам благую весь и так далее. Он скажет эти слова и идет Мария Магдалина. Мария Магдалина, да. Вот смотри, Агнюша, вот там нет музыки, ни песни. Посмотри, Ливия, тебе помоги. Есть только слова. Может быть, вывод на какую-то мелодию она напоет акапельно. А может быть, и под минусовку какую-то известную уже. Я Мария Магдалина, жила во грехе, но вот явилось свыше спасение ко мне. Иисус Господь явился, встал на моем пути. Подумай, может быть, она просто напоет какую-то мелодию. Сами придумайте, чтобы можно было. Вот она идет и как бы напевает эту мелодию о своей жизни. И потом подходит и испуганно, здесь все подписано, говорит в испуге. Что случилось? Не пойму. Камень отворенный. Внутрь пещеры я войду. Иисус там погребенный. Как бы заходишь за камень, выскакиваешь, понимаешь, что там нету никого. И дальше нет Иисуса в той пещере. Ну, дома почитайте. И мы с вами порепетируем. Ваша сейчас задача выучить слова. И мы тут уже с вами это все обыграем. Как это будет. И потом Мария Магдалина с ангелом последние слова говорит. Слава Богу. И так далее. Я вам после службы раздам. Вот ваш сокровольский вариант. Вот друга. Выучить. Вторая сценка будет на приеме у врача. У врача больше всех слов. Но можно будет положить. Какой-то нам надо вот придумать стол. Что врач сидит за столом и к нему подходят. Может на бумажке все эти столы. Это она, да, она подготовится. Кто? Ливия, ты должна будешь выписать всем рецепты. Рецепты будут в виде того, что и слова Божьего. Здесь, ну, я постаралась жирным шрифтом это. Выделить. То есть ты это должна будешь себе выписать. И будешь прям, ну, зачитывать. Вот вам рецепт. Ну, как будто ты его выписываешь. Идите лечитесь. Можно наделать таких бумажек. Ну, вот так вот расчертить. Это какой будет формат? А6, да? И на всех написать рецепт. И здесь вот, например, от какой болезни. Диагноз, например, страх, лечение, да? И вот не бойся, только веруй. Понятно? Вот так вот. И каждому выпишешь и будешь давать рецепт. А сколько всего человек будет вложить? Там будет 7 возьмем плюс врач. То есть 8 человек используют. Те, кто участвует в той сценте, мы сюда уже не... Они не используют, не будут. Потому что иначе бы всем не хватило просто. Вот. Страх, Леонида. Самоуверенность, Ксения. Я вам сейчас расскажу. Сценки я распечатала, говорю. Вот мы сейчас пойдем и в воскресенье все распределим. Там подумаем, кому что. Лера говорит, мам, ну ты у нас руководишь воскресной школой. Ну мы даже вот этим правом не пользуемся распределять роли. Хоть раз-то нам простроим, что по блату надо хоть нам-то давать. А то ты сначала, значит, роли все раздашь, а нам по остаточному принципу достаются. Давай хоть раз воспользуемся таким этим связями. Я говорю, хорошо. Я распечатала, говорю, ладно, один раз вам даю. Вот вам текст. Идите. Они с поля ушли, взяли бумажку. И они распределили, кто кем будет. Поэтому все вопросы к ним. Я говорю, ладно. Почему нам в этом делать? А это? Меча. Да, поэтому смотрите, если вам что-то не понравится, вы можете между собой поменяться. То есть это не то, что вот тебе страх, и все, и ты вот только страх, да? Ты вот можешь с кем, кто у тебя там еще будет участвовать? Никто. Ты говори, да, что кто? Ай. Страх Леонида. Самоуверенность Ксения. Печаль. Это, наверное, будет у нас Акелина. Это Акелина. Крик. Крик. Крик Иван. Там надо будет, что-то громко голосом. Забрать и крик лучше... Кто? Ну, а тебе надо будет громко голосом. Да нет, ну, Ксюша, вот он кричит. Самолюбие и просинья. Что? Ложь и генафа. Зависть Лера. Врач Ливия. Так, а что за гуляем? У нас кто не участвует? Ваши дамы и не все. Тарасы, часы, дамы, ну все, вы все. Ну, я вообще не ухожу. Так, с роботами, вы все участвует в этих сценках? Да. Есть, участвуют. Ваня, Еня, Фруся, все. Ну, все тогда. Вот у нас осталось только еще Полина Политыкина. Ну, как бы вот не хватило. Если я вам тоже это все раздам, вот я подписала, вы можете сами, например, сказать, вот, ну не хочу я вот это, позвонить. У всех есть телефон, сказать, Леонид, давай с тобой поменяемся. Если она согласна, меняетесь. Понятно? Я, к примеру, говорю. Текст вот я сегодня вам раздам, да, завтра у вас есть возможность. Завтра мы здесь все встречаемся, даже звонить не надо. И здесь вы можете меняться, понятно? Я вам всем распечатала. Вот наш вариант. Ну, что, прям сейчас? Поэтому... Сегодня все наисповедите дети? Нет. Вы не идете? Я иду. Вы идете? Угу. А вы сегодня учились кто-то у вас? Нет, вы маленько поздали. Я думала, вы со школы... Вообще, в субботу вы не учились? Да, не до репетиций было музыкал. А вообще, у вас в школе в субботу учатся? Учебно? Нет? Ну, в смысле, сегодня нет, а вообще, да. А, ну, я про вообще говорю, нет. Вообще, да. Сегодня-то во всех школах не учатся, потому что сейчас завтра выборы, сегодня во всех школах эти участки оборудуют избирательные. И там уже заходить нельзя будет, там уже охрана, и все. Все, все школы под участки это переделали. А вообще, вы первую смену всегда учитесь или во вторых? Да. Вся школа у вас? Все входят в первую, да? Нет, в офис, идут по договору, да. Мальчик, если что, покорябывайся? Нет. Кошка? А кто у вас вот что-то повредит, где-то там, на катке или что? Кто? Ну, шайба прилетела. По... Нет, не шайбой, просто... Клюшка. Играют другом ее. Сейчас ты его побеждать начал, вот он психанул мне по ноге. Ну, вот это друг, ну ты вот больше другом-то не называешься, он такой друг, ничего себе. То есть разозлился, еще и тебя ударили. Да нет, первый раз было не больно, а потом вот... Это после... То есть еще и несколько раз. А вот тебе все друг, да, друг, друг, друг. Нет, получилось так, что он потом у меня обводить начал, и случайно снова заделал. Там уже дальше я играть не смог. Не, ну, случайно-то это случайно, а если специально, так это какой-то такой друг, который специально тебя лупит? Ну, мне тоже было. Именно он мне случайно, ну, клюшкой... Не клюшкой, а шайбой. А второй друг. Пасхе завтра подумайте еще про песню. Может быть, как кто-то знает хорошую новую песню, мы ее успеем разучить. Слышите? Подумайте. И вообще, думаю, на следующий год вы уже сами можете готовить концерты, особенно вот взрослые. Сами. Уже без меня, без кого-то, сами приду, смотрите сценки, сами распределяйте роли, готовьте. Я вот тут сяду, буду фотографировать. Радуются, радуются. Ну, а что, вы уже такие большие, вы сами можете воскресную школу, если вы сколько лет ходите. Вы уже... За пять лет высшее образование можно получить, а вы по десять лет уже ходите. Ты будешь слушателям, а вы... Мама говорила, что это песни сюда, про... Вот такие тридцати и преступщики. Баба! Ну, спроси у нее. Нет, я смогу идти. Что ж это за звание? Дядя Володя. Так, все, хватит болтать. Что-то у нас еще время есть. Сейчас я принесу, мы с вами что-нибудь почитаем еще маленечко, пока там есть, пока канун читают. Тише. Тише. Ох, с кого уже ушел. Красивые коллеги, Казберина. Нет. Вы понимаете, как и маленькие? Нет, потому что у меня там. Это пульчик? Это тебе пульчик? Нет? Пульчик, я еще не... Нет, я взял такой... Это... Адресы себе и прийти. Знаете, я что хотела там? Еще тут на камеру. Один раз что-то прочитала. Коментарий. Ну и там, если знаете, комментариев всегда... Под любым роликом. Вот какой бы хорошую фотографию в интернет кто-то не выставил, вот прям, ну не придраться там в любой социальной сети. Обязательно найдутся, если у вас кто-то сталкивался, начинают писать гадости. Знаете такое? Вот все, стоят там хорошенькие ребятишки, там все, там фотография, ну вот не придерешься, профессионально сделано, такие молятся. Обязательно кто-нибудь там, ну, восхищаются там или просто пишут, какие ребятишечки. Обязательно начинают что писать? Какие-то они все аж зеленые, зазомбированные. Где зеленые? Ну так свет, наверное, подключу. Обязательно какой-нибудь начинают писать, что дети там такие-сякие. Уж там даже, мне кажется, если даже котят расположить, все равно что-нибудь кто-нибудь начнет писать, обязательно в политику уйдет или там в какую-нибудь, там еще что-нибудь, да? Начнут, а вот власть такая-сякая, что даже тут вот кошки у нас вот такие, во всем обязательно начнут власть там ругать. То есть вот как вывернут под любым текстом, под любым, а уж если в видеоролик, то там вообще напишут столько всего. Ну, говорят, что существуют такие как бы вот, ну, это не люди, боты, которые вот, либо люди, которые профессионально деньги получают за то, чтобы писать всякие гадости и все время выворачивать на какую-то конкретную тему, ну, которую им заплатили. Обязательно на эту тему выходить и обязательно вот начинать вступать в дискуссию, людей подбивать на споры, на конфликты там под роликами, под фотографией. А ты просто не отвечай, и все. Да я-то и не отвечаю, я только читаю, и то и не всегда. И вот я просто к тому, что вот у нас здесь занятие идет, ну, а люди, которые совершенно случайно зашли, они, во-первых, решили, что мы здесь находимся в потеряльстве. То есть, ну, понятия не имеют, но уже скорее комментарии надо написать, что мы живем в деревне, что вы все в школы не ходите, что вы на самом деле, вот мы вас учим только молиться, десять раз в день там написали, они только молятся, как же они будут жить за зомбированные дети, что вас надо из семей забрать, просто всех нас тут родительских прав лишить, а вас всех отдать учиться, потому что вы не способлены к жизни, и вы не сможете, ну, как, в жизни устроиться дальше, потому что и там уже лайки ставят, молодец, правильно, детям учиться надо, профессию приобретать. Вот вам это смешно услышать? Нет, он даже не потеряет. Во-первых, меня больше удивило то, что он сказал на то, что... Зазубировано. Нет, не зазубировано, что поступить ничего не сможет, потому что жизни не научены. Жизни не научены, профессии... А, и нигде вы жить не сможете, вы в жизни-то приспособиться не сможете. Как вы будете жить, если вы... Вас научили жить, только молиться, это что? Если вот и леса живешь... Почему я решила, что мы в школу не ходим? Ну, вот они почему-то так решили. Видимо, я тут даже не заметила, что... И нигде не учатся, и что учим мы их вас, только молиться. Я думаю, как бы хорошо было, если бы вы у нас молились 7 раз в день, или сколько там было написано. А то вас не заставишь помолиться-то. А там, что вы такие молитвенники у нас, такие крепко верующие. Они уверены? А? Они уверены? Они уверены, да? Вот вы даже не уверены, что вы у нас тут такие молитвенники растетесь. Вот просто я хотела сказать, сколько у нас здесь вот дети, вот те, которые смотрят, сколько они учатся, где они только не занимаются дополнительно. Уж в школах учатся, там все, наверное, все предметы, все делают на совесть. Все, что делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человека. Почти все учатся либо хорошо, либо очень хорошо. У нас вот Ефросиня, знаю, она отличница у нас. И там иногда у нее четверочка промелькает. А так на одни пятерки учатся. Мало того, что на пятерки учатся. Он Ливия у нас отличница. Я не знаю, Леонида тоже, наверное, да? Четверки. Ой, ну там почти отличница. Загляю бы, они вообще почти все отличники. У Ливии, наверное, в комнате места не хватит на стенах, чтобы все ее грамоты, все ее олимпиады, все ее там лауреаты или как там называется, чтобы их повешать вот так. Они у нее там, не знаю, шкаф, наверное, целый отдел. Да, Ливия? Они в папке. Ну там уже папка. И у тебя давным-давно вот такая папка была. Сейчас, если сколько папок надо, чтобы все ее существовали, сколько, наверное, еще нету там, все эти олимпиады, сколько это завешать, это... А если в рамочке стоять, так они еще больше места займут. Это вообще места не хватит. Просто нереально все развешать. И они все такие весомые, не просто так, бумажки. Это победы в конкурсе, на которые нужно, например, ей начинать заниматься, чтобы в декабренке победить. Она, по-моему, с июня начинает произведение уже пиликать там. Не меньше двух часов в день, а то есть сколько ты в день занималась? Вот сколько у тебя самое большое, а ты в день занималась, чтобы вот к конкурсу готовиться? Четыре, наверное. То есть четыре часа, это только непрерывного вот это пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили. Пили-пили. Сейчас пойдем, сейчас. Иван у нас. Ой, ну чем только Иван у нас не занимался. Он у нас и верховой ездой, у него тоже есть победы. И второе место, и третье, не знаю, первое было или нет. И на конях он плавал. На конях первого места не было, только второе место. А какой увлекающийся бабочек каких-то, выращивав дома, в холодильнике. Ребенок читает не просто книжки, там фэнтези какие-то, он все энциклопедии перечитал. По кроликам, по кроликам, он, по-моему, может даже с профессором из сельхозинститута на равных беседы вести. Тише, потому что сколько он информации про них знает, сколько он разводит их там, селекцией занимается. Это то есть вот простой ребенок живет там где-то в лесу. Того, что дети, это другие городские, они даже знать не знают. И грибы они собирают, и там растения выращивают. Это только вот взять. И другие дети тоже. Кто-то шьет, кто-то... У нас есть несколько детей, которые замечательно рисуют, посещают художественную школу. А я? Ну, про музыкальную я вообще не говорю, по-моему, тут все музыкалки уже ходят. То есть дети разносторонне развитые. Помимо школы, где почти большинство из них отличники. У нас же, по-моему, двоечников-то тем более нету, ну и троечников у нас нету. Там если где-то проскочит одна, ну... А на троечку мы терловедию была. Ну, одна тоже не считается. Посмотрите, как другие учатся. Поэтому наши дети получают образование, учатся в школах, и еще ходят на всевозможные дополнительные образования. Поэтому... Даже те, которые в Потеряевке живут, думают, что в Потеряевке там ничему. Посмотрите, было три выпускника в девятом классе. И экзамены они сдают не в своей школе, они едут в район и сдают там, где комиссия вот эти ОГЭ и так далее. И они сдали и закончили все, все три, трое закончили, и все трое отличники. Все трое отличники. Вот как им могли, что, специальные им оценки ставить? Ну ладно, там свои могли поставить. Но контрольные экзамены, да, они ездят в район сдавать. Поэтому там уже никак не подстроишь. И здесь приезжают. Вот Маша вышла замуж так в прошлом году. Закончила Потеряевскую школу. Здесь колледж закончила. Получила медаль, а потом еще институт с красным дипломом закончила. Интернатуру, потом ординатуру. Полностью с первого класса училась в Потеряевке. Вот какое образование. Поэтому говорить о том, что наши дети не образованные, это значит просто люди случайные зашли на канал, посмотрели один ролик, чушь написали, а другие читают эту чушь, еще и лайки ставят. Полная чушь, что дети наши не мочатся. Все, пойдемте уже. Завтра жду ваших предложений. Мама. А. Несного, да. Да. Звозочек выключаешь? Да. Звозочек. Аху. Очень. Зачитывай сюда. Зачитывай. У кого? У кого нету, она... У кого нету, она... Имеется в виду, когда зачитывай, блоки получаются. У нас таких нет, надо даже троечников нету. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. В воскресе с дроба и узы растерзал и все ада. Разрушил и все осуждения смерти Господи. Святый, святый и врага избавивый. Я верю в жизнь себе апостолом твоим. В воскресе сиянно проповедь. Ведь имя мир твой подал и все вселенные. И денье благо милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я верю в жизнь себе и в праве спасения, посещения, прощения, вставления грехов, рабов Божьих. Всех здесь предстоящих и молящихся, и всех заповедовщих нам недостойных. Молитесь они. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я верю в жизнь тебе славу, рассылаю в Отцу. Ты, Сыну и Святому Духу, Непристое, в обильке, веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вы, при грешении наших, у Господа проси. О, дай, Господи. О, дай, Господи. Мир и покаяние скончать, и у Господа проси. О, дай, Господи. От нашего безболезненно, непостыдно и доброго ответа на страшном судище Христове проси. О, дай, Господи. Благословенную славную владычеству нашу Богородицу, Христу, Деву, Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе, друг друга, весь живот наш, Христу Богу предади. Тебе, Господи. Господи, человек, о любви и си тебе славу, восстылаем отцу и сыну и святому духу, ныне крыльцей, вовеки веков. Аминь. И Духови твоему. И, Господи, в преклоне. И, Господи. Господи, Господи, Боже, наше тебе славу, восстылаем отцу и сыну и святому духу, ныне крыльцей, вовеки веков. Аминь. Благословен. И благословен Христос, Бог наш, всегда ныне крыльцей, вовеки веков. Аминь. В утверде Боже, святую православную веру православных христиан. Институт. И благословен Христос, Бог наш народ, и белая пахну и святую православную веру. Бери от засления Бога, Слово, Рощу, Исключу, Благородицу Тебе величай. Благослови, Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присна, и во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Истинный Бог наш, молитвами при чистой своей матери, святых славных и святых храмах, апостолов, святого преподобного, и аналейств, вечника и Божьей памятной несовершаемой святых, праведный Бог, Отец и Акиман и всех святых, помилуй и спаси от нас, як облак и человека любит. Аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.